Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. И в успехе уверена. Ведь обязательные элементы выступления она довела до автоматизма. Обязательно барракуду не завалить. Надо будет работать резко, натянуть ноги. Мы сначала отрабатываем на суше, все придумываем связки руками. И также равнение, музыку подбираем. На Волжской волне свое мастерство показывает 21 команда из разных уголков России. Из них три самарские. 400 спортсменок. Рекорд этих соревнований в возрасте до 15 лет соревнуются в групповой программе дуэти и соло. Конкуренция достаточно серьезная. В прошлом году наша школа выступала, у нас девочка Быкова Александра соло выиграла здесь. Надеемся, что кто-то проявится у нас в этом году еще. В этом году перспективная самарская синхронистка выступает за сборную команды Москвы. В первенстве России Александра Быкова уже завоевала бронзовую медаль. Выращивать восходящих звезд синхронного плавания мирового уровня Самара готова и дальше. Единственная проблема для города Самара – это отсутствие собственной тренировочной базы. Мы вынуждены арендовать бассейн, выделять средства городского бюджета на аренду объектов спорта, для того, чтобы наши синхронистки могли тренироваться, могли достигать определенных результатов, могли участвовать в таких соревнованиях, как сегодня. Кто поднимется на гребень Волгской волны в этом году, станет известно в четверг. Кроме спортивного мастерства, судьи оценивают еще и артистизм синхронисток. По мнению специалистов, после успешного выступления на Всероссийском Самарском дерби участницы могут рассчитывать на призовые места и на международных стартах. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.